Рината станет участницей Дрим Тим Хаоса. Заир собирается объединить Хайп Хаос и Фулл Хаос в один ТикТок Дом. Егор Шип запишет фит с Филиппом Киркоровым. Настя Ивлеева собирается показать свой влог по городам России в настоящих кинотеатрах. После того, как Оля Шелби смогла с помощью лайков добиться от своего парня дорогущий фен в подарок, ее примеру начали следовать и остальные тиктокерши. Одна из первых загорелась желанием Эсми, начав выпрашивать его у Никиты Левинского. Парень вместе со своим другом Максом Климтоком долго держали оборону и не поддавались женским уловкам. Но в итоге прогнулись и купили Дайсон для Эсми. Никита решил его подарить не напрямую, а устроив небольшой пранк. Он сначала положил в коробку самый дешевый фен, а уже после того, как девушка расстроилась, достал то, что она хотела получить. Вчера свой день рождения отпраздновал Влад А4, у него был небольшой юбилейчик 25 лет. Парень является не только самым популярным русскоязычным ютубером, но и самым состоятельным. И поэтому он решил не мелочиться и отметить с большим масштабом. Поздравить Влада приехала вся его большая команда, много друзей и семья, которых ждала насыщенная программа. Сначала они побывали на полигоне, где постреляли из различного оружия, а также там был фуршет. А продолжилось мероприятие на специально снятом футбольном стадионе, где оборудовали сцену для выступлений артистов. На ней свои песни исполнил бывший муж Алены Веном, Руслан Кузнецов. А после неожиданно появилась Клава Кока, которую очень тепло встретили все гости. Короче, я присылаю сегодня в Минске, на стадионе. И знаете почему? Потому что мы обещаем, где мы в фильме! Егор Шип, который пытался привлечь внимание Филиппа Киркорова своим нарядом и отметками в сторис, все же смог это сделать. Ему прислали отрывочек прямого эфира, когда на сцене заслуженный артист произносил свою речь, в процессе которой не забыл упомянуть и Егора, отметив его яркое появление. Несмотря на то, что Филипп еще не давал никаких согласий, Шип уверен, что фит с ним точно будет. И поэтому попросил завалить его страничку просьбами записать совместочку. А как вы думаете, Киркоров согласится или не станет тратить на это время? Пишите свое мнение в комментарии, обязательно все прочитаю. Своим новым образом похвасталась Хоходетка. Аня надоела ходить просто с рыжим цветом, поэтому она перекрасилась в более темный оттенок, а также добавила белые пряди спереди. Так я еще больше похожа на лисичку, подписала девушка в свои фотки. Некоторые зрители нашли сходство с Марусей и начали обвинять девушку в плагиате. На что Аня показала тикток девушке, которая вдохновила ее на эти изменения, а также посвятила этому такую историю. Какая разница, если тебя вдохновила прическа другого человека, то почему бы не сделать ее? Жизнь одна, кайфуйте! Я уже вам рассказывал, что Аня Покров готовит фит с Асей, демку которого они показывали пару месяцев назад. Вчера девочки наконец-то встретились и после нескольких часов на студии закончили работу над новой композицией. Необычную совместную песню готовит Инстасамка. Вчера Даша выложила фотки с рэпером Витей Ака и подписала Скоро. Возможно, что они готовят и какой-то другой проект, но запись трека в этой ситуации выглядит гораздо логичнее. Команда Насти Ивлеевой продолжает работу над влогами из их путешествия по глубинкам российских городов. Материала с ней, Данией Милохиным, Юлией Гаврилиной и Ильдаром Жараховым настолько много, что можно смонтировать полноценный фильм, что они и хотят сделать. Но после не выкладывать это на YouTube, так как слишком банально, а показать большой ролик в настоящих кинотеатрах по всей стране. Партнером выступит сеть Каро, которая 24 июня откроет двери для всех желающих заценить большой влог от Настюшки. До этого подобный показ состоялся на день рождения девушки и вход был абсолютно бесплатный. Возможно, что и в этот раз не нужно будет тратить деньги, чтобы заценить, что у них получилось. Похоже, что на больших экранах в ближайшее время мы сможем увидеть и Дину Саеву. Девушка выложила в истории фотографии с режиссером Ильёй Найшулером, который в данный момент работает над фильмом «Молодой человек». Это та самая комедия, в которой одну из главных ролей отдали другу Дину Рахиму. И наверняка благодаря ему девушку тоже решили утвердить на одну из ролей. За вчерашний день Лина Луна успела себя накрутить благодаря подписчикам. Девушка не смогла попасть в квартиру, так как ключи только одни, а дома остался маленький брат. Дверь не открывали, и она подумала, что он просто уснул, о чем рассказала у себя в историях. После нескольких часов ей начали писать опасения, что с братом могло что-то случиться. С каждой последующей минутой Лина начала в это верить и уже впала в истерику. Но брат, к счастью, действительно спал и только через 4 часа открыл ей дверь. Лину из-за этого обвинили в постанове, так как многим было непонятно, почему она в такой момент записывала видео, а не пыталась что-то сделать. На что девушка ответила, что она еще с самого начала карьеры делится с аудиторией любыми переживаниями, и эта ситуация не стала исключением. Лина, кстати, на прошедшей премии Муз ТВ находилась в компании Дрим Тима. Она прошла с ними по красной дорожке и участвовала во всех совместных фотках. К ним также присоединилась и Рената, что позднее вызвало подозрение. Залетели всем Дрим Тимом на премиум Муз ТВ, подписали ребята фотку, где также находилась Лина с Ренатой. Что еще странно, именно в тот день многие участники сняли ролик с Ри и отметили ее аккаунт. Обычно именно так они поступали, когда к ним приходит кто-то новенький. Пока что это все догадки и остается на уровне слухов. Но Рената и Лина без сомнения являются сильными тиктокерами и креативными личностями, которые однозначно внесут что-то новое в коллектив Дрим Тима. Похоже, что когда Заир писал в историях про грандиозные изменения с переездом Хайп Хауса, он действительно не врал. Участники его второго тикток дома Фулл Хаус вчера также собрали все свои вещи, но пока все держат в секрете. Эх, ребят, последние часы на этой площадочке. Сейчас на всех этих накатаюсь, на качельках, на карусельках. Потому что больше меня здесь не будет. Нас, нас не будет. Есть версия, что они собираются объединиться в один хаус, чтобы снимать больше контента. Тем более, что дела у ребят из Фулла идут не очень хорошо, а Хайп Хаус им даст как раз мощный толчок, чтобы окончательно закрепиться на этой площадке. Тут вот есть еще парочка роликов с новостями, которые вы, возможно, не успели посмотреть. Но советую прийти на них, они тоже очень крутые. А на этом все, увидимся уже совсем скоро. Продолжение следует...